Здравствуйте! Всех вас приветствую на моем канале. Что же это за хитрая жидкость такая, что собирает в огромных количествах много рыбы? Да, к сожалению, в наше время не все рыболовы знают о применении данной жидкости в рыбалке. Ну а те же, кто знают, никому, как обычно, не говорят. Все на этом и строится, на секретах, на тайнах. Сам ловлю, а другим не расскажу как. Но, впрочем, мы не из таких, поэтому поведаю вам об этом секрете. И что же это за жидкость, что ловит очень много крупной рыбы. Друзья и уважаемые зрители канала, обязательно подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Там выходит больше секретов про рыбалку. Также выходят новые видео с рыбалок и другие полезные видео все про рыбалку. Все ссылки в закрепленном комментарии под данным видео. Да, еще тогда, когда не было запретов на перелов, и все мы с вами были помладше, буквально мы забивали мешками рыбу на несколько семей и себе, и всем родственникам, и еще соседям, чтобы досталось. Эта жидкость, она, как бы вам сказать так, не готовится из чего-то определенного. Она остается после варки. Она остается именно после варки кукурузы. Кукурузу варим на сазана, на карпа, на другую рыбу крупную. После нее остается жидкость, в которой варилась кукуруза. Что я делаю с ней дальше? Беру эту жидкость, даю ей остыть, переливаю в емкость для хранения. Сейчас я только что сварил кукурузу, она еще достаточно теплая. Специально вам показать наглядно, позже перелью также на хранение в емкость. Это, по сути, такой уже натуральный, простой ликвид, даже слабенький аттрактантик. Но, несмотря на то, что он слабенький, по рыбе он бьет как надо. То есть рыбу хорошо привлекает, в особенности, как я говорил, карп, сазан. Но на карася, на леща все так же подойдет. Даже в кашу добавить, замешать, в любую самодельную прикормку. Впрочем, про изготовление, как делать, хранить. После варки даю остыть. Если нужно на долгое хранение, добавляю на литр 2-3 пузырька аптечного глицерина. Все тщательно перемешиваю и также кладу в холодильник. И в течение года нормально там будет себя такая добавка чувствовать. И всегда можно взять, допустим, емкость 0,5 литрушку и с собой забрать на рыбалку. И там уже добавить в прикормку. Обычный отвар после кукурузы. По сути, обожают вся мирная рыба. Буквально за копейки. Воду, кстати, когда есть такая добавка в прикормку, воду вообще не нужно применять. Полностью замешивать на данном отваре. Также на основе этого отвара можно делать более сильные, более мощные добавки для рыбалки. Супер аттрактанты. Те же самые активаторы клево различные. Сюда же можно даже накапать авторского мускуса с сайта авторскаяприкормка.рф. И от рыбы тогда точно не будет отбоя. Просто суть в том, что мало кто применяет такие простейшие, но в то же время любимые всей мирной рыбы добавки. И, соответственно, мало кто хочет заморачиваться, чтобы ловить хорошо и много рыбы. Но в нынешнее время, не заморачиваясь, особо ничего и не поймаешь. Поэтому, надеюсь, многим будет полезен мой рассказ. Кто не знал этого, возможно, кто варил кукурузу, все это выливали, выбрасывали. Я лично ни в коем случае так никогда не поступаю. Отвар с кукурузой, хорошая добавка в любой самодельный аттрактант и всевозможные другие добавки для рыбалки. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. До скорых встреч на канале Вячеслав Рыбак.